С самого утра в кабинете начальника облуправления Укртрансбезопасности Сергея Талала очень шумно. Активисты, перевозчики и журналисты пытаются выяснить, почему деятельность ведомства вызывает множество жалоб. Водители говорят, что за беспрепятственное прохождение взвешивания требуют 50 долларов. Начальник утверждает, что сам хочет найти инспекторов вымогателей. Когда мне сказали, что есть факты, что я требую с кого-то, то я подал заяву официально до прокуратури на себя, чтобы проверили этот факт. У меня есть квитанция, официально я отправил заяву прокуратуру. Я журналісту найду номер квитанции, где я отправил это все. Также чиновник сообщил, что его зам Наталья Жирноклеева, с которой связывают недавний конфликт на посту в Дачном, отсутствует на работе больше месяца. И где она находится, ему неизвестно. Работе ведомства мешают псевдоактивисты. Когда их нет на постах, суммы штрафов увеличиваются, а ему поступают постоянные угрозы, резюмировал чиновник. Ранее сообщалось, что именно активисты дорожного контроля спровоцировали конфликт. Вот только опознать их сейчас в очной ставке сотрудники ведомства не смогли. Говорят, было темно. В ночный час, все лица были закрыты, но я же не могу показать, что лично эта людина была там. Так как все проходило в ночный час. Также после побития людей были побитые легковые транспортные средства, которые находились непосредственно на посту полиции. Активисты считают, что областная Укртрансбезопасность стала полностью коррумпированной структурой. Посты работают с неоткалиброванными весами, отсюда манипуляции с весовыми показателями. Факт подтвержден в суде, говорят перевозчики. Водителю загрузили без моего ведома больше груза, он заехал на весы, взвесился, потом взвесился еще раз. И есть два взвешивания, которые разные по весу, с разницей там в несколько тонн. Они составили по-наибольшему, а мы бы хотели, чтобы они составили по-наименьшему. И судья сейчас приходит к такому мнению, что на этих весах вообще нельзя было взвешивать. Характеристики этих весов не соответствуют для взвешивания грузовых автомобилей. Мы приходим к такому выводу. Будет, скорее всего, решение 4 числа о признании действия неправомерными сотрудниками Укртрансинспекции. Перевозчики рассказывают, что инспекторы работают ночью сверх рабочего времени без доплат. Оттого и возникает соблазн заработать. В то же время активисты подозревают, что в Укртрансбезопасности существует утвержденная начальством система поборов. У кого-то перегруз бывает по осям на тонну, у кого-то бывает перегруз по общему весу в 2-3 раза больше. То есть замечали, мы такие находили случаи, что даже до 70 тысяч тонн доходило. В связи с этим, видимо, Талала установил определенную таксу. У кого минимальный перегруз, тому 400 гривен. У кого доходит до максимального перегруза, тому 1000 гривен. Но это, я же говорю, это пока на данный момент мои предположения. Почему? Потому что схему я не знаю, я не работаю в этой структуре. Поэтому мы вышли сюда для того, чтобы уволить данного руководителя. Анонсированного перекрытия движения не произошло. Организаторы протеста решили не создавать проблем водителям и пассажирам общественного транспорта. Также протестующие, которые пожелали остаться неизвестными, не решились презентовать руководству вот такой подарок. Но его вручение – это вопрос времени и дальнейших действий чиновников, предупредили митингующие.